Приветствую всех заглянувших на огонек. Сегодняшнее видео будет про металлолом, но оно будет немножко необычное, потому что оно будет посвящено отдельно мелочонке, которую надо смотреть на металлолом, потому что многие к данному металлолу идут и их сразу такие в голове планы, может там будет кто-то завезет станок токарный, особенно если маленький, может сверлилочка какая, может быть фрезерок какой, или оснастка интересная. Я вам скажу так, что время станочков, фрезерков, токарников и так далее, оно, грубо говоря, уже кануло в летом, это надо было немножко раньше, хотя и сейчас можно еще нарваться, я по крайней мере два раза видел, один раз видел фрезерный станок, правда большой, один раз токарный, один А616, тоже большой, если бы не было меньше лет, я бы, может быть, подумал бы и все забрать, ну ладно. Я почему говорю, что времена станочков и каких-то интересных вещей кануло в лету, да, потому что на сегодняшний день уже металлоприемки, особенно в таких вот более-менее городах крупных, они уже сильно заангажированы. Там уже свои, как говорится, клиенты, которые скупают это все, там уже приемщики, люди не только умные, но некоторые и грамотные, и они уже это все придерживают, цены устанавливают. И в них уже есть свои клиенты, которые с ними, наверное, каким-то образом делятся или, может, совместно этот бизнес делают. Я, например, смотрю некоторые каналы таких вот металлоприемщиков, там есть такой пандырь, может быть, видели, который, не знаю, он, наверное, даже на металлоприеме работает там на приемке. Виталик такой из Запорожья, там шустрячок такой ездит, скупает все подряд, инструменты, ключи, гаечные, там он и по заводам на металлоприемке скупает. Так что эта вещь уже металлоприемка, она, так сказать, сильно уже заангажирована вот этими вот людьми. Это ж только те, которые есть, на Ютубе есть свой канал, а многие же каналы и не держат, он сразу набрал на металлоприемке железо или на директлоте, или на каких-то там выставляют сайтах, где продается инструмент. Да, и если видели вот ростовские пачаны, там такие есть, они раньше, когда у них стихия была, ездили они под металлоприемках, у дедов там скупали железо. Сейчас уже и не года там ездил, говорят, не то уже, не то, не те металлоприемки. Ну ладно, но, тем не менее, на металлоприемке еще можно кое-что найти, и в особенности сегодняшнего видео я посвящаю этому мелочам. Вы обращаете внимание не только на такой крупняк, а и на мелочи. А мелочи, это иногда среди мелочей попадаются такие вещи, которые вы в магазине можете даже и не купить. Вот я сейчас на примере последнего похода, утренняя прогулка, у меня я зашел на эту металлоприемку, не хотел ничего там, собственно, сильно туда и брать, просто посмотреть. Зашел посмотреть, и вот что в результате получилось. Я сейчас камеру подведу. Значит, я зашел туда, так смотрел, смотрел, и потом наткнулся такой, лежит мешочек такой, ну объемом с ведро, да, вот такой мешочек. Я думаю, что в этом мешочке, он уже такой чуть-чуть прогнивший был, смотрю, куча вот этих вот заклепок, ну вот полностью в мешке, вот в основном преобладающее количество были вот эти вот заклепки. Разнообразные, и длиной, и диаметром, и формой шляпки. Я так понимаю, что человек, наверное, занимался или ремонтом дюралевых лодок, или же обшивкой самолетов, и с потайной головкой, и так. Я думал, хотел этот мешочек весь забрать, ну, думаю, ну зачем мне сколько заклепок на гараже. Я тогда вот рядом такая баночка валялась под гречневой, какой-то крупы, наверное, и вот сколько в эту баночку влезло, я туда засыпал. Но там не только заклепки были, а вот это все остальное. Вот смотрим, кроме этих вот заклепок, дюралевых, что там еще было. Вот оно перемешанное было все. Было еще небольшое количество стальных заклепок, тоже разного диаметра и разной длины. Это я уже тут рассортировал его все, стальные заклепки. Были заклепки типа люверсов, вот такие вот. Тоже небольшое количество я отсортировал. И, кроме всего прочего, разнообразных болтиков, гаечек, шайбочек. Как видим, вот эти все болты там были, я оттуда выбрал. Вот шайбы разнообразные вот эти. Шайбы вот эти мелкие. Вот болтики, гаечки. Здесь среди этих было еще куча всяких стопоров. Вот я не знаю, чем этот человек занимался, и все в этом мешочке было вот это все. Куча стопорных элементов разнообразных. Шайбочки, болтики, вот это латунные, все я отобрал. Вот это все латунные болтики, гаечки. Здесь было три пластинки твердосплавные. Такая проходная и две отрезных. Сверло на пять. Тоже как раз у меня одно есть. Это под резьбу М6 самоходовое сверло. У меня только одно. Вот сверло как раз удачно. Ну там шарики, болтики, вот эти. Вот тоже человек занимался. Может и занимался. Вот я живу, что контакты, вот серебро здесь. Ну в общем тут еще из мелочевки. Ну это понятно, это наверное ногти откусывать. Может куда-нибудь я его приспособлю. А вот это вот я так и не понял. Что это за инструмент? Может кто знает, напишите. Такая ложечка маленькая. Или это для пчеловода. Или боссманский какой-то узлы развязывать. В общем не знаю. Такая вот мелочевка. Ну и уже это я вот сюда в баночку насыпал. А потом рядом смотрю, кто-то высыпал. Ну рассыпью там прямо на уголках. На всем этом. Куча вот болтов. М6 болтик оцинкованный. Ну я не знаю сколько такой, если покупать такие болтики. Вы не подумайте, что я какой-то плюшкин, да. И в общем-то живу только болтиками с металлолома и так далее. Если мне надо какой-то для дела болтик, я иду в магазин и покупаю. Гаечки на 8 болтики. Вот еще оно запечатано. Но посмотрите на цену, да. Вот болтики 5 штук, рубль 80. Вот цена, видим, написано рубль 80. 5 штук, м8 на 40. Значит, что такое рубль 80? За вот это все, что здесь вы на столе видите, я отдал 5 рублей. Ну за все, за все это. И вот болтики рубль 80. Вот болтики. И 25 гаечек, 2,50. А здесь вот и болтики и на 8, и на 10, и оцинкованные. Ясно, что может таких сильно красивых нет. Ну вот, как видим, все же есть. И тем более есть здесь болты такие интересные, которых вы в магазине не купите. Вот, допустим, болт, он потайной голову. Видим, какая шляпка. Ясно, что это обшивку какую-то крепить, чтобы она тут, ну, наверное, в самолете где-то. Чтобы она, или же на обшивку что-то крепить, чтобы было очень обтекаемо и мощно. Вот, несколько таких болтиков. Ну там разные эти самые болтики. Поэтому, если пересчитать вот этих вот болтиков, я взял, там их, наверное, штук 30, да. То есть, если этих болтиков стоит 5 штук рубль 80, ну 30 штук тоже будет стоить рублей 4-5. А так вот за все это я отдал, ну, 5 рублей. Причем тут можно найти самые разнообразные такие неожиданные вещи. Значит, этих вот шайбочки. Тут еще латун. Я сейчас их переберу. Вот не металлических куча шайб. С этими шайбами у меня отношения такие. Мне надо вот сейчас я ремонтирую вытяжку на кухне. Там на двигателе стоят шайбочки. Они, по-моему, гетинаксовые. И я так вот толщины шайбы гетинаксов вот так и нашел. Вот здесь вот в этой куче шайбочек, смотрю, вот их 6 штук. Именно таких шайбочек, как мне надо. Ну тут, правда, диаметр 5,5 миллиметров. Мне надо на 6. То в двигателе подкладывается там под пружинку. Ну, что я там еще взял? Вот взял два таких хомута. Не знаю, я зачем их взял. Как оказалось, эти хомуты не простые, они латунные. Если что, ну, можно их и назад будет занести, сдать. Болтики эти выкрутить. Болтики здесь хорошие. Ну, не знаю, что здесь написано. Наверное, какие-то кабели окрепились. За этим же разом взял три таких шестеренка. Шестеренка абсолютно новые. Модуль, по-моему, один здесь. Здесь, что самое интересное, что здесь подшипник стоит. Игольчатый, радиально-упорный подшипник. Игольчатый, заметьте, что не шариковый никакой, а игольчатый. Радиально-упорный подшипник. Смотрим, я сейчас его номер покажу. Номер P54700PT2. Вот три таких шестеренки. Я знаю, что вот эти шестеренки нехорошо, если... Ну, я не знаю, мне подойдут. Это на станке, если у кого-то трензель есть. Вот на трензель. Самые идеальные подойдут эти подшипники. На токарный станок и на трензель. Ну, что еще я тут мелочевки взял? Ну, это уж будем считать, это не сильно мелочевки. Это только съемник или же щеточный механизм. Да, я зачем взял? Ну, во-первых, здесь пружинки такие мощные. Я такие пружинки собираю. А во-вторых, здесь вот щетки. Как видим, такие мощные щетки. Из этой щетки можно фактически сделать любую щетку, которая меньше размера. Смотрим, вот такая, допустим, у вас в шлифмашинке или в дрели щетка. Ее достаточно вот эту поставить на фрезерный станок. И, как говорят скульпторы, убрать все лишнее. И будет вам щетка. Таких щеток здесь 2 на 4, 8 штук. Ясно, что можете сказать, провод толстый здесь. Ну, лишний можно пообкусывать, оставить одну жилу. То есть, вот что касается мелочевок. Ясно, что я потом позарился, ну, потому что валяются такие механизмы интересные. Забрал я это. Вот механизм. Ну, этому механизму я покажу в следующем видео. Такое будет сборное большое видео. Я, может, подробно покажу, куда я хочу его все это приспособить. Зачем это мне надо. Балластное сопротивление. Ну, жаль, конечно, сопротивление 1 Ом. Вот еще 2 свирильных патрона. Ну, о патронах я расскажу дальше. Ну, там еще кое-что из таких более крупных вещей. Я уж не буду тут показывать. Я говорю, что будет следующее видео. И в следующем видео оно будет большое, наверное. Я расскажу, потому что скопилось уже таких вот вещей, которые я еще не снимал. Очень много у меня там на соседнем столе. Это я просто... Мне этот стол надо убрать. Оно все лежит. Я к съемке подготовил. Оно все лежит. Тут у меня очередной проект лежит. Где вело-текущая эта магнитная швабра будет. Надо его продолжать делать. А это все мешает. Поэтому я решил снять это видео. Показать, чтобы все теперь это рассортировать. Собрать, уложить, куда оно должно стоять. И где лежать. И заняться уже проектом. Тут на столе у меня рабочая зона. На этом буду заканчивать это видео. Удачи вам на металлоприемке. Пока. До новых встреч.